Приветствую всех любителей диванной аналитики и раскрывания всевозможных заговоров. И сегодня у нас такая тема, на которую мы хотели бы поговорить и раскрыть, возможно, очередной заговор или дать тему для размышлений нашим подписчикам и всем, кто увидит этот ролик. А дело, собственно говоря, в чём? У нас много роликов, посвященных политике на нашем канале, ну, скажем так, большинство, да? А дело, собственно говоря, в чём? Согласно официальным данным, Союз Советских Социалистических Республик СССР прекратил своё существование 26 декабря 1991 года. И всё бы ничего, всё хорошо, всё вроде как бы замечательно. Кругом демократия, права человека и там свобода слова, да? Это всё прекрасно, чудесно. Но дело вот в чём. По прошествии уже более 26 лет с момента развала СССР остаётся много нерешённых вопросов. За 26 лет, как недавно выяснилось, с последними скандалами, связанных с банками, у нас, оказывается, существует до сих пор Госбанк СССР. Это несложно даже узнать. Я сам, честно говоря, был не в курсе всех происходящих событий. Но после определённой волны возмущения в обществе, связанной с кодовой системой денежных средств, я всё-таки зашёл на официальный сайт Центробанка и поинтересовался этим вопросом. И выяснилось, что прямо на сайте Центробанка Российской Федерации, который не является, кстати, государственной структурой, написано, что существует Госбанк СССР. Я не стал сидеть на месте и поинтересовался дальше. И выяснилось, что существует не только Госбанк СССР, но существует специальный даже курс денежный по отношению ко всем остальным мировым валютам Госбанка СССР. Это, на самом деле, несложно узнать. Кому реально интересно, можете, пожалуйста, зайти на официальный сайт Госбанка и посмотреть это. Вывод напрашивается простой. Точнее сказать, вывода нет. Возникает много вопросов. Либо мы что-то не понимаем в силу нашей необразованности, потому что Госбанк СССР до сих пор не упразднён, он действует. Пришлось обратить внимание на билеты Банка СССР и на билеты Банка России, банкноты. И выяснилось, что у нас какие-то странные деньги были до недавнего времени. Сейчас это как бы преобразуется и всё меняется. А, к примеру, взять образец банкноты номиналом 5-рублёвой монеты, и сравнить, допустим, 2010 и 2016 год выпуска монет, обнаруживаю со стороны вещи, что на госзнаке 5-рублёвой монеты, скажем так, 6-5 лет недавности, никаких символов принадлежности к России там нет. Хотя в федеральном законе о государственных символах на держанных купюрах чёрным по белому сказано, что должны быть государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Но у нас на российских банкнотах номиналом 5-рублей не было российского герба, там был герб времён временного правительства в России, то есть столетней давности Александра Фёдоровича Керенского. Вот. Сейчас, правда, появляется герб современной Российской Федерации, но всё равно на денежных знаках всё равно остаются какие-то недопонимания и вопросы. Поэтому вопрос становится открытым и актуальным, и он требует своих ответов. А на сегодня всё. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.